Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. У нас здесь два молодых человека уже в кадре. Ренат и Решат. Добрый вечер. Первый вопрос. Вы поздравили уже своих дорогих дам с наступающим праздником? Да, мы уже начинаем поздравлять. Купили уже подарки, приготовились. Какой подарок вы подарили Жене? Я уже приготовил ей. Ну скажите, расскажите. Давайте лучше. Я завтра ей подарю просто. Хороший телефон. Мы уже раскроем секрет. Решат. А у вас готов подарок? Да, конечно, готов. Не только для всех любимых. У меня их очень много. Это мама, это сестренка, это любимая девушка. Ну что вы? Нет, абсолютно нет. У нас женщины это самые близкие, наверное, для мужчин люди. Поэтому столь такой праздник. Конечно, мы близкие для мужчин люди. Роднее, наверное, нет таких близких людей, как у всех мам. Конечно. Мы ваши вторые половинки. Уважаемые зрители, эти два молодых человека здесь совершенно не случайно. Мы опять объявляем розыгрыш. Сейчас счастливчики, кто первый дозванивается в студию России 24 Астрахани, получают пригласительные билеты на очень хорошее мероприятие. Итак, Решат, расскажите, на какие мероприятия вы хотите вручить билеты? Билеты у нас вручаются. Во-первых, первое у нас мероприятие будет завтра 7 марта. Завтра 8 марта, точнее. То есть 7 марта. Да, сегодня у нас 7 марта. У нас уже очень много мероприятий, поэтому можно запутаться. Татарчаки часы. Татарский вечер Камуза 29 в ресторане Сударни будет проходить. Мы разыграем три билета сегодня. Также 9 марта в ночной клубе Монако будет казахская вечеринка, жанымки пати, где, соответственно, уже рассчитан для более молодежной аудитории. Тоже разыграем три билета. То есть, дорогие зрители, кто хочет поучаствовать, ну, соответственно, сегодня мы готовы вам их подарить. А как возникла идея проводить такие вечеринки? Так как у нас Астраханский регион, наверное, радует своей такой вот национальной гармонии, ни в одном из регионов, к сожалению, еще не увидело, как у нас в Астраханском регионе, столько национальности, поэтому потребность, наверное, сохранения каких-то этнических культур, да, национальных, все-таки нас потолкнуло на организацию подобных мероприятий. Ведь они создают такой положительный имидж и развивают толерантность, наверное, между всеми народами, жителями Астраханской области. Хорошо, я думаю, это же не первый опыт проведения подобных вечеринок, правильно? Ну, конечно, нет. Мы регулярно проводим их там раз в месяц, раз в две недели. У нас есть телефонный звонок, давайте дадим слово телезрителю. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, я ничего не слышу. По-моему... Алло. Алло, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина. Хотите попасть на хорошую вечеринку в престижный ресторан? Конечно. Великолепно, вам сегодня повезло. Поздравляйте, Решат. Ирина, поздравляю вас с наступающим женским праздником. Хотелось вас пригласить завтра в ресторан «Сударыня» на вечеринку для всех, да, для всей прекрасной женской половины человечества. Вы официально приглашены. Ура! Спасибо большое. Неожиданно так. Ирина, ну сегодня день чудес. Сегодня все ваши желания исполняются. Редакторы запишут ваш номер телефона, вашу фамилию. И сегодня уже вечером вы сможете забарить пригласительные. У нас ГТР-калоты с улицы Ляхова, 4. Ирина, хотите кого-нибудь поздравить с наступающим праздником? Конечно. Ну давайте. Хочу поздравить группу компании «Пилот», особенно свой отдел 1С, всех-всех своих руководителей, коллег. Всех с наступающим праздником, чтобы у всех в этот день сбывались такие вот неожиданные сюрпризы. Еще раз вас тоже с праздником, Ирина. Ну а мы пока ждем следующего дозвонившегося и продолжаем наш разговор. У нас 6 билетов. Мы, понятно, не можем выдать всех граждан, которые победят в эфир. Поэтому двух-трех мы сегодня послушаем, а остальных просто наши редакторы запишут телефоны и фамилии. Какое у вас настроение? Вы ожидаете эту вечеринку в Монако? В Монако. Вы и сударыня? Я и сударыня. Ну расскажите нам про сударыню, что там будет? Или это тоже секрет? Нет, у нас не только секрет. У нас будут певцы, национальные танцы, мероприятия. Фуршет. Фуршет. Ну как... Ну то есть какой-то праздник такой, да? 8 марта. 8 марта, настроение. Ой, я представляю, как будет здорово. А в Монако тогда что будет? В ночном клубе Монако, на самом деле, мы не можем раскрыть все той тайны идеи, да, в которой мы хотим покорять наших девушек в этот вечер. Но в воскресенье в ночном клубе Монако ожидается, на самом деле, очень много сюрпризов, как со стороны нас, наверное, мужчин. Там самые молодые, талантливые астраханские исполнители, танцевальные номера, определенные перформансы клубного характера. Все это ожидает вас в воскресенье в ночном клубе Монако. В очереньке Жаннынки Пэти. Ну, да. А как переводится? А Жаннынки переводится с казахского языка как, ну, дорогие, дорогуши, то есть самые дорогие для нас делают. То есть, я так понимаю, вы соединили классику и что-то инновационное, современное, да? Да, то есть, в принципе, молодежный темп развития креативности диктует такие правила, что нельзя стандартно называть какие-то мероприятия. Хочется немножко добавить какую-то гениальность, что, соответственно, мы там вот из трех названий выбрали вот как раз это. Ну, оно нам, наверное, молодежь положительно реагирует на это название, люди собираются. А аудитория, вы кого ее зовете? Совсем молодых или от 29, вот вы обозначили, возраст? Нет, это касаемо ресторана «Сударыня», здесь у нас татарский вечер, кому за 29. Что касаемо воскресенья ночного клуба «Монако» Жаннынки Пати, здесь плюс 18, 18 плюс. 18 плюс, понятно. До 100 лет мы готовы видеть всех, то есть, кто желает, мы любим праздник. Мы не разделяем ни по возрасту, ни по каким-то национальным или каким-то другим признакам абсолютно. Мы рады всех видеть на наших мероприятиях. Ну что же, я знаю, что редакторы сейчас записывают уже телефоны. Я благодарю вас за этот подарок, который вы предоставили нашим уважаемым астраханкам, астраханцам. Это чудесно. К наступающему празднику такие подарки. Поздравьте своих близких с помощью телевидения. Ваша камера третья. Моя камера третья. Дорогие женщины всего нашего региона, поздравляю вас с наступающим женским праздником. На самом деле, это самый международный из международных праздников, которым мы так трепетно готовимся. Надеюсь, все наши поздравления, подарки обрадуют вас в этот день и принесут радость. И мы готовы всегда поздравлять, удивлять, покорять вас, дорогие женщины. Прекрасно. И ваши слова. Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта, с наступающим. Желаю всего самого хорошего, счастья вам, исполнения всех ваших желаний и всего самого наилучшего. Ну что же, мы говорим вам спасибо за эту встречу. А сейчас мы предлагаем нашим телезрителям посмотреть еще анонс, то есть астраханскую афишу, куда еще можно пойти в ближайшие выходные. Не переключайтесь.